друзья всем привет меня зовут катя большое спасибо что заглянули в гости за ваши комментарии лайки сегодня у меня в планах работать целый день все это я вам буду снимать видео будет кстати интересным и полезным обязательно посмотрите друзья смотрите что нашла смотрю у туле какая-то веточка выше торчит такая беру она такая смотрите раз раз смотрите что творится а потом руку такая хоп а там походу гнездо машины посмотреть в центре ту и вот же тварь а она мне ветки все сгрызла прямо центр выгрызла всю середину скотина мышиная выгрызла мне у туи вот же тварь а вот же тварь целые ветки прям по центру скотина винти за мой французский как еще это назвать середину выгрызла интересно кого я вообще не ожидала никак такая была пышненькая красивая . при обглобина в центре наворовала ниток вот такую же кучку я находила вот по той пихтой где она мне ветки вот пихта которые ветки подгрызли снизу там тоже такой же гнездо или колчан страшное дело кстати она не сильно потеряла в объеме должна вам сказать проредили мне проредили ну ладно хоть жива то хорошо посмотрите как будто ничего и не было тут лучше всего безобразие тучка безобразие под сугробом между прочим зимовала просто была завязана вот так чтобы не развалила лучше бы я развалила хотя кто его знает что лучше короче я пересадила и вот эту сосну green tower который горит я пересадила в место где у меня весной солнце нету ну то есть от этого домины солнце низко здесь у меня всегда тень то есть вот этот вот можжевельник монарх который по идее горит его вообще с ним ничего не делала не притеняла он у меня не горит здесь соответственно вот этот товарищ тоже здесь гореть не будет здесь у меня лайки страйк было я как раз смотрю тесновато будет то что я хочу можжевельник аж в одну сторону как как бонсайчик формировать но все равно это школа на видная такая я думаю нормально лайки страйк нами на ее место очень махнула их местами сейчас покажу лайки страйк это еле обыкновенная по моему не должно она гореть будет она у меня тут за место green tower это горючка будет сидеть на месте безопасном от солнца весеннего обгорания вот так то солнце есть там летом летом есть весной нет сейчас их пролью как следует до кошки помощницы хулиганки мои хулиганки а я занялась подготовкой к установке новой бордюрной ленты но это было не сложно потому что есть уже установленная старая и жду курьера когда мне привезет вот таким образом я сейчас ровненько сделаю все это углубление у меня лента 11 сантиметров и когда мне привезут ее я жду сегодня я просто ее поставлю вот копаю все и наверное вот эту клумбу тоже на нее тоже хватит вот я все переколбасила здесь и здесь переколбасила это я вытащу вот эту ленту когда придет что там я до сих пор курьер не позвонила я уже все переколбасила я посмотрела у меня там 40 метров поэтому я наверное еще вот это все тоже подниму мне должно хватить я померила рулеточкой так уже интересно как это будет как это будет пока не очень а а еще я пересадила здесь вот у меня был можжевельник блюстар вон тот я так как я здесь решила расширить чтобы на косилке проезжать я притащила блюстар туда ну него небольшая кстати корневая такая была и вот он у меня под сосной под штамбовой здесь вот будет кошкам нравится по окопам лазить вот здесь блюстар будет ну что будут теперь вот так вот ковыряться я уже здесь поковырялась а курьера все нет уже вечереет что ж такое что ж такое я уже хочу поскорее это все вставить и посмотреть как это будет вся в нетерпении здесь немножко но поменял форму чуть-чуть какого-то лента 4 штуки наконец-то приехали буду пробовать установить у нее вот эта штучка 2 сантиметра а это по идее целиком 11 что ж руки чешутся поставить начну наверное отсюда давно я на эту ленту засматривалась но мне казалось что я просто каких-то огромных денег потрачу на это мне хотелось ее да она кстати есть в трех размерах есть вот это вот у меня стандарт есть менее есть макси макси по-моему 14 сантиметров вот это 11 мини 8 мне кажется мини совсем будет маленькая так что вот этот вот стандарт она идеально подошла наверное я ее бы порекомендовала и вот я взяла на пробу 4 штучки потому что я не знала как она мне понравится или нет хотела посмотреть расход посмотреть качество и в итоге конечно я осталась довольна хотя честно говоря это было ожидаемо что если уж я начала то вряд ли я брошу на на полпути самостоятельно все вот это вполне можно сделать похоже придется все-таки тратить деньги потому что конечно это выглядит намного аккуратнее надеюсь мне косить будет тоже нормально удобно ну не просто нужно вам сказать ну как бы то что у меня готовы эти самые лунки ну конечно облегчила мне жизнь такая плотная лучше конечно не одному делать вдвоем втроем так сейчас я попробую вот эту клумбу сейчас у меня уже все клумбы сделаны я посадила уже как бы участок не резиновый я решила остановиться с посадками я уже как бы законченный вариант клумбы в том плане что новых растений я досаживать не собираюсь поэтому вот сейчас когда я уже точно знаю что все стоп тогда уже можно эту ленту хотя и и мне кажется можно и скрепить допустим если захотелось ее расширить к примеру можно и и и тут хорошо что состыковывается и можно и расширение сделать но мне захотелось вот так вот уже все все сделано я уже знаю где я езжу где я кашу где я хожу и сейчас вроде как довожу до ума участок а вот эту старую ленту я наверное в копаю с той стороны забора как раз мне пырей лезет оттуда и я наверное применю его ну чтобы не выкидывать он мне пригодится потому что там где у меня в копана лента там пырей не пролезает так что использую все пойдет в дело представляете мне 10 метров мотка хватило четко практически вон чуть-чуть полметра и ура сейчас это надо как-то скрепить я видеоинструкцию и может найду подходящего диаметра палочку и скреплю вообще я очень довольна кусочек бамбука взяла так 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 как-то надо отрезать внахлёст как-то внахлёст как-то внахлёст немножко вот здесь так 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 я так понимаю как здесь еще отрезать так так не смогу не смогу не смогу и вот здесь вот так Еще соединим здесь вместе, пока к бамбукам. Отлично, идеально. Идеально, друзья. Так, вот я лопатку опять делала. Все, друзья, давайте я покажу, чего у меня получилось. Я вам поснимаю. Представляете, у меня осталось еще рулон. Я стратила три из четырех. Я приятно удивлена, потому что расход меньше, чем я покупала вот эти ленты. И давайте покажу. Мне хватило на вот эту клумбу. От нее остался отрезок. Вон на ту хватит. Но сегодня не хватило мне сил. Потом одну мне хватило на вот эту клумбу. Тут, конечно, не знаю, хватит или нет. Кто его знает? Ну, я думаю, что вряд ли. Но какую-то часть я огорожу завтра. Так. Ну, посмотрите. Ну, совсем другой вид. Благородненько так. Здесь я смогу теперь спокойно проезжать на косилочки. Чудо чудное. И еще мне хватило одной ленты на вот это все. Сейчас покажу вам. Вот у меня отрезочек. Он, конечно, маленький. Ну, куда-нибудь подставим, может быть. Может быть, пригодится. Вот это, видите, хватит мне. О, шикардос. Я приятно удивлена. И вот эту вот клумбу тоже я сделала. Вот, вот, вот. Мне кажется, достаточно ровно. Я молодец. Чуть-чуть, может, еще подвыпрямить. Подвыпрямить капельку совсем. Вот так. Вот так. Вот так. Так, ничего вроде. Можно и кружочки делать будет. Но это уж потом. Сначала самое основное. И здесь. Ну, она у меня, конечно, согнулась. Получился вот такой угол. Сюда я чего-нибудь посажу. Может быть, гвоздичку какую-нибудь перенесу. А может, еще чего-нибудь. Вот. Вот так, видите, не торчат больше эти бордюры. Ну, то есть, сравните, что было, что стало. Что я могу сказать? Я буду продолжать. Обрадую мужа. Уже заказала еще пять штук. Ну, привезут через неделю, скорее всего. И буду все так облагораживать. Вот. Видите, как круто. У меня еще много. У меня еще. Вон, вон. Вот эту всю. И на той стороне еще. Ну, и вот эту сторону. Надо сделать вот эту. Вот эту. И, кажись. Ну, и маленькие кружочки, наверное, скорее всего. Вот эту розочку. Вот эту, наверное, не буду. Тут и так сорняки плохо растут. А может, просто вытащу ленту. Посмотрим. И вот эти трогать не буду. Они на заднем плане. Их не видно. Хотя, может, со временем. Потом. Ну, что скажете, друзья? Вам так больше нравится? Теперь меня уже будет не за что упрекнуть. А то... Тут, конечно, трава разрастется. Я надеюсь. Но она разрастется. Она всегда разрастается. Вот. Надеюсь, вам было полезно. Наверное, в этом видео я уже больше не буду про это. Ну, в следующих покажу вам уже, как я чего доделала. Потому что мне надо дождаться остального. Вот. Надо будет еще попробовать покосить. Закончить здесь. Блин. Ну, я правда довольна. И я рада, что у нее расход не такой... Не такой большой, как я думала. Терпимо. Жить можно. Чуть-чуть вижу. Она так... Может, где-то кривовато. Но я думаю, что я тут подровняю еще все. Я перфекционист. Мне надо, чтобы прямо тютелька в тютельку. Чтобы все идеальненько было. Э? Э? Слышите мой довольный голос? Фух. Устала я, конечно. Сначала полдня на карачках ползала. Делала углубление. Ну, вот. Когда сделано углубление. И есть чем по бокам засыпать. Тогда, в принципе, монтируется несложно. И в одни руки. Это возможно. Я нигде, кстати, не закрепляла. Только вот здесь вот закончила. Видели, да? А там, где по прямой, я просто... Ну, вот электроды у меня есть тут. Ну, мне кажется, даже лишнее. У меня такая глина тяжелая, что я думаю, что она держаться будет нормально. В глине. Никуда не денется. Там же маленький такой есть уголочек. У меня, в принципе, обычная лента держится. Видите? Без всяких уголочков. А это подавно будет. Вот. Фух. Довольная, довольная. Да. Как-то по-другому немножечко стало. По... Ну, поблагородней, да, как я говорю. И, наверное, пересажу вот эту гвоздичку. Хочется здесь все-таки камешек положить, чтобы свободно можно на косилке проезжать. А то я осенью насажала, не подумав. Уберу ее как раз вон туда. У меня там уже есть гвоздичка местами. Будет как дополнение. А сюда камешек еще надо какой-нибудь найти. И проезжать на косилке. Вот. Ну, ладно. Попрощаюсь с вами, пожалуй. Сдержалась немножко. Еще низко самолет летит. По-моему, какой-то военный, блин. За работой забываешь о происходящем. К сожалению или к счастью. К счастью, наверное, а то с ума сойдешь. Вот. Забыла сказать. На озоне покупала по 720 рублей за моток. За 10 метров. Я там смотрела. Есть у них предложение типа 5 штук. 5 штук 4200. А я посчитала 5 штук. Если по одному покупать, то получается 3600. Ну, такой, ну, дурачка. Какой-то странный обман. Ну, то есть, если по одной купить 5, ну, в комплектации 1-5, то получается 3600. А если купить сразу пачкой 5, то 4200. Странно они, конечно, там в этом озоне. Ну, наверное, на это действительно дурачка рассчитана. Что люди считать не умеют. Вот, ну ладно. Пока я немного денег потратила и удивлена, что на так много хватило. И привезут мне еще 5. И дальше я буду, ну, потихонечку докупать. Может быть, муж сейчас увидит, как классно, и выделит мне денежку тоже. А то я сейчас последние свои потратила. Скажет, о, Катя, как классно. На тебе еще денег и доделай все, чтобы было идеально. Надеюсь, так и будет. Ну, ладно. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами была Катя. Всем пока-пока. Уже закат.